Витам, витам, сердечно, шановное панство! Приветствую всех, коренные жители и гости столицы! Вас разыскивает Иисус! Иисус Христос, Который умер за тебя и за меня! Он явил Свою любовь! Он не просто сказал, но Он доказал! Ни Хари, ни Кришна, ни Будда, и даже не Якова пошел на крест, умер за тебя и за меня, а Иисус Христос! Он явил вечную любовь Бога Отца! Он прославил, прославил свое имя тем, что пошел на крест, когда мы были еще грешниками! Он возлюбил всех нас! Он являет милостью и любовью, Он ждет каждого! Он хочет, чтобы мы обратились от Царства Тьмы и пришли в Царство Цвета Его! Есть у каждого из вас этот шанс познать Бога! Не просто как какую-то религию или формальность, каждый слышал о Боге, но у каждого свое представление и понимание! Но Бог, Он действительно, Он живой! Он реальный! Он не только был 2000 лет назад, Он и сегодня творит чудеса! Бог меня воскрешал! Около 20 раз из мертвых я противился Ему! Но Он воскрешал! Он являл свою любовь и милость! Он восстановил мою иммунную систему! У меня было разрушено все внутренние органы! Был ВИЧ, инфекция! Было все зарегистрировано! Но Бог пришел, когда я воззвал к Нему! Он исцелил меня и освободил! Освободил от расшла греха! Потому что я закалывался! Я употреблял наркотики! Но Бог освободил! У меня была разрушена печень! И буквально недавно, я к этому не обращал внимания, у меня был цирроз печени, гепатит С! Но буквально недавно я пришел в больницу, и мне врач сказал, у которого я был под наблюдением, он говорит, вы вылечились! Я говорю, нет! Я не принимал лекарства! Нет! Он говорит, вы вылечились! Я говорю, нет! Это была молитва! Это была вера в Бога! Потому что Он живой! Я знаю Его лично! И мы здесь для того, чтобы каждого из вас познакомить, кто еще не знает! Кто не знает Бога! Чтобы получить свободу! Получить милость и прощение! Бог являет свою славу! И сегодня я счастливый человек! У меня есть жена! У меня прекрасное здоровье! Я имею полноценную жизнь! У меня здоровье восстановлено! Иммунная система восстановлена! И я благодарю Его! Я не умер где-то! Печень моя исцелена! Кровь обновлена! Буквально два года тому назад я умирал здесь! У меня оторвался тромб! Когда меня привезли в специаль и откачали, я поговорил с врачом и вышел из кабинета! Я хотел пойти в туалет, спросил у него! Выходя из туалета, опять потерял сознание и уже очнулся в реанимации! Уже под капельницами! И мне врач говорит, раз на миллион такое воскрешение этого! Это чудо! Чудо Божие! И мне прописали лекарства, от которых сказали, ты будешь их пить постоянно! Если ты перестанешь их пить, они разжижают кровь, ты умрешь! И уже две недели, два месяца, как я принял решение, так как я верующий человек, я верю в Бога! И уже два месяца, как я перестал употреблять эти лекарства, от которых зависела моя жизнь! Я стою здесь, полное свидетельство, милости его любви, потому что он действительно живой! Многие, как я говорил, уже знают о нем, но его лично надо знать! Познайте истину, сказал Господь, и она сделает вас свободными! Свободными от рабства греха, от рабства проклятия! Бог творит чудеса! Свободу от болезней, от непрощения и ненависти! Он хочет вас освободить, но хочешь ли ты? Бог действительно любит Бог! Совершенно! И Он разрешает делать все! Когда-то, когда я был маленький, мне было 10 лет, даже какой-то 10, еще меньше, я начинал ходить с бабушкой в православную церковь! Но о Боге я ничего не знал! Я знал только, что можно с ложечки выпить вина, а взрослые не разрешали! Я понимал, что Бог действительно разрешает все! И так как Он любит меня, я понимал, потому что бабушка любит Бога и любит меня! Так же самое многие не знают! Но я творил свои дела! И слава Богу за то, что все-таки Он пришел! Он пришел в мою жизнь и изменил! И у каждого из вас сейчас есть этот великолепный шанс! Принять эту свободу, принять дар вечной жизни или нет! Недостаточно просто ходить или пить поклоны! Надо открыть свое сердце и поверить! Поверить в Его искупительную любовь! То, что Он умер лично за тебя! Не за кого-то! Не в Акуле или где-то как там абстрактно! А лично за тебя! Лично за тебя Он страдал на кресте! И там произошло исцеление! Лично за тебя! Когда ты в это уверишь! Когда ты это примешь в веру! Ты получишь свое чудо! Этот мир может дать все! Все, кроме любви! Бог есть любовь! И Он есть совершенная любовь! А каждый человек хочет любить и быть любимым! Что бы вы ни говорили! Каждый человек! Я когда-то Огорчал свою маму! Ну, потому что она меня бросила, когда мне было 10 лет! Я вырастал и как-то ей сказал такие обидные слова! Я ей сказал, мать не та, кто родила, а та, кто воспитала! Я понимал, что я этими словами обидел ее! Но я не мог ничего сделать! Я не знаю почему, но кому-то это надо! И однажды, я начал, когда начал искать Бога, начал следовать, открыл свое сердце! Бегал на центр реабилитации, там писал конспекты! И однажды Бог мне сказал, сынок, можешь ли ты научить человека таблицу умножения, если ты ее не знаешь? Я сказал, нет! Я начал плакать и рыдать! Но я понимал, когда он мне говорил, задавал вопрос о таблице умножения, Он говорил мне совсем другое! В моем сердце звучало, ты требуешь от матери любовь, но она не знает, что такое любовь! И вечером, когда я пришел домой к маме, увидев ее, я просто сказал, мама, прости! Я даже не успел договорить, за что я прошу прощения! Она сама начала говорить те слова, за что я хотел попросить прощения! Она начала говорить, сынок, я не знаю, что такое любовь! Да, я тебе покупала, давала конфеты, костюмы, все! Но этого не хватает, говорит! Я поменялся, прости! Поэтому, и после этого у нас стали совсем другие отношения! Потому что Бог вошел! Бог начал созидать наши взаимоотношения с мамой! Он начал созидать мою семью! Он начал жить в моем сердце! И Он хочет жить в твоем сердце! Он может тебе дать, дать любовь, совершенную любовь! Он дать тебе, может, милости, прощения! Силу побеждать грех! Но, знаете, даже я этого когда-то просил, дай мне силу, а потом пришло понимание! Говорю, Господь, дай мне благодати! Потому что, если придет твоя сила, я могу возгордиться! А гордость, написано, предвестник падению! Я не хочу этого возгордиться! Я хочу твоей благодати, чтобы ходить в твоей свободе! Чтобы иметь твою свободу! Силу и власть, Господь! И Он даровал! Он даровал мне прощения! И мы сейчас здесь стоим так же, чтобы сказать каждому из нас! Потому что каждый из нас проходил какой-то определенный путь! И есть этот выход! Выход во Христе! Приходите! Пройдите к Нему, все труждающиеся и обремененные! Он сказал, и найдете покой душам вашим! Бог любит вас! Он любит и не перестает любить такие, какие вы и есть! Ну, обратитесь ли вы к Нему? Родитесь ли вы от Него? Потому что рожденное плоти есть плоть, а рожденное духа есть дух! Когда-то один первосвященник пришел ночью, его звали Никодим к Иисусу, и он говорит, мы видим, что ты действительно от Бога! И те чудеса, которые ты творишь, мы понимаем, что никто не может творить, если не будет с ним Бог! Говорит, что мне надо делать? Он знал Тору, он знал закон Божий! Как многие знают, а многие даже и не знают этого закона, но он понимал, что ему чего-то не хватает, чтобы пойти на небо! Он понимал, и он пришел тайно вечером, пришел тайно ночью! Иисус ему сказал, тебе надо родиться свыше! Каждому из нас надо родиться свыше! Но он не понимал, потому что он пытался понять умом! Я иногда говорю, умом рассивнее понять, а Бога тем более! Те, которые пытались умом понять Бога, они сделали фигуру, они нарисовали его изображение, и повесили его в углу, и кланяются, ему поклоняются! Не читай описание! А описание говорит, проклятся! Надеющийся на человека! Также идет проклятие за поклонение идолам до третьего и четвертого рода! Идет проклятие на детей, на внуков и правнуков, за то, что мы поклоняемся иконам, за то, что мы поклоняемся всяким идолам! Идет проклятие в наших детей, а потом думаем, почему происходит! Потому что из-за вот этой мелкой, вроде бы, как бы помогает, но на самом деле помогает вера, помогает Иисус! И нам надо родиться свыше, чтобы иметь эту жизнь! Аминь! Аминь! Аминь!